Друзья, наши дорогие зрители и слушатели, самый необыкновенный вечерний эфир. И здесь мы, ваши любимые ведущие, Майк Войс! Маш, новая! Ура! И не только, конечно же, мы, а мы... Я соскучилась. И я тоже. И по тебе, и по вам, и по студии, по всему-всему, что здесь происходит. Каждый будний день с шести вечера до двадцати одного часа. Итак, друзья, мы сегодня не одни, мы уже сидим на вот этих стульчиках крутящихся, значит, кто-то займет самый наш главный трон. Итак, встречайте. И сегодня у нас будет потрясающие гости. И право ее объявлять сегодня у Майка Войса. Поэтому давай, как следует! Галина Боб, актриса, певица, мамочка и девчонка. Именно так написано. И блогер-танантовый. Я все закрою. Галина, я рада тебя видеть. Привет, привет. Привет. Маша и Миша, я не подхожу под вашу компанию. Я Галя. Галя, по-моему, все просто. А по-моему, смотри, четыре буквы есть. А, кстати, я тоже играю Машу. Вот, пожалуйста. Да что ж там, да все мы иногда играем Машу. Особенно блондинку. Да, чтобы так посмотрели на место. Давай не будем об этом. Что ты несешься? Друзья, у меня есть для вас сегодня маленькая приятная тайна или секретик, которую будем постепенно сегодня все это раскручивать во время эфира. Галина Боб сегодня будет презентовать сразу две своих композиции. Одну мы уже крутим у нас в эфире. Это называется «Пять минут». Со всеми вот сейчас мы о ней поговорим. И одну композицию еще никто никогда не видел и не слышал. Правильно? Ну, кроме меня. Кроме тебя, конечно же. Я слышала. Да, да, да. Но у нас в эфире еще ее не было. И сегодня она впервые появится. И вот я вас всех призываю оставаться до самого конца. Уникальный эфир, дорогие друзья. Нашего гостя сегодня будет намного больше, чем, собственно, нас. И всех остальных вообще. И это правильно. К этому надо двигаться. Смотри, я тебя знаю вообще с давних пор. Я смотрела сериал «Девчонки». Безумно мне нравилась твоя героиня, твой персонаж. И сейчас продолжается этот сериал. Правильно я понимаю? Он вот шестой сезон прошел. Шестой сезон уже. Прошел, прошел, прошел. Ну, окей, прошел. Ну, седьмой там, наверное, тоже уже не за горами. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, будет еще. В общем, ты талантливая актриса. Фраза для продюсеров прозвучала. А с какого времени ты запела? Я запела с детства. Вот как родилась, так и запела. Я на самом деле, я пела все детство. Это мне вот мама, папа, они рассказывали мне всегда истории, как я, пока ехали в детский сад, я пела в троллейбусе, люди хлопали. То есть, где ты, там и шоу, там концерт. У меня какая-то была феноменальная память, она сейчас тоже осталась, слава богу. Так. Я запоминала просто с первого раза все песни в детском саду. И исполняла их вот по дороге домой из детского сада. Круто. А у тебя была любимая песня какая-то? Была. От улыбки там, не знаю. Нет, у меня была любимая песня в юном месяце апреля. Крыло. Да, крылатые качели. Ты прям вот этим голосом так умеешь петь? Ну, таким не умею, прям вот таким вот. Ну, я же не. И оперный фильм. Галина, тут самый главный вопрос у меня зреет. Я правильно понимаю, что это компенсировало проезд на общественном транспорте в детстве для всех твоих сопровождающих, в том числе. Для родителей. Ну, как минимум, это приносило хорошее настроение всем. Тем, кто ехал. Это тоже немало. Утром на работу, да, вдруг девочка. Ну, смотри, вот это твой классный навык, твое пристрастие к вокалу, к песне. Ну, он помогал, наверное, жить с улыбкой и тебе, и всем окружающим, это понятно. А каким образом это стало вот составной частью сериала «Девчонки»? А вот сейчас это вылилось вообще как-то неожиданно, случайно. Я действительно как-то вот пела всю жизнь, всегда там в караоке, на всех праздниках, в школе, и все всегда прям просили «пожалуйста, спой, спой». Но я никогда не училась этому профессионально. До определенного момента. До какого же, Галина? Да вот буквально, да, недавно, это получается три года назад, когда я вдруг подумала, а что я вот комплексую, что я вот не, это не несу в массу, и нужно взять себя, в общем, и запеть. Сколько тебе, прости, возраст какой у тебя был на этот момент? Собейте, это не я. Это я, я спросил. Ну, мне интересно, просто для всех людей, которые, вот я, например, мне 30, я не скрываю с возраста, и мне реально сейчас страшно, я безумно люблю петь, но мне, например, страшно пойти учиться петь. Я тоже всего боюсь, на самом деле, я тоже всего боюсь, а тем более этот шоу-бизнес, наш российский шоу-бизнес, это, конечно, не всех, я бы даже сказала, многих, большинство, он не принимает, есть уже там такой костяк, который уже туда не пробит, ну, как бы, сложно. Так. Но, так. Ну, вот надо закрыть глаза и как-то вот идти прям вот так на пролом. На пролом, да. Галина, пока мы боимся, мы с вами здесь все закроем глаза, а вы троги, друзья... Нет, подожди, мы сейчас не закроем глаза, мы сейчас к самому главному моменту и подвелись к той самой песне, которая уже у нас крутится в петь. Друзья, открывайте глаза, все наоборот. Да. Пять минут, друзья, все, слушаем, смотрим, совсем скоро к вам вернемся, будем обсуждать, говорить только об этой композиции. Сегодня у нас в гостях, давай еще разок напомним, Галина Боб, талантливая актриса, мамочка двоих замечательных мальчишек, блогер и певица. Слушаем, что мы будем. Подумать, ты сильно влюбился, а я холодная, можно подумать, ты мне открылся и пришел без повода. Святыня люблю, но спасибо, признаться я больше не злюсь. Мне так интересно, что будет дальше с нами. Останусь у тебя есть пять минут, чтобы написать роман в нашем стиле. Или у меня есть пять минут, чтоб забыть, кем мы были. Ну давай, давай, открывай свои самые странные мысли. Наша любовь подает признаки жизни. Останусь у тебя есть пять минут. Можно подумать, обидела сильно и все сломается. Можно подумать, ты разочарован чуть-чуть. Случается, романтика неинтересна. Останусь у тебя есть пять минут, чтобы написать роман в нашем стиле. Останусь у тебя есть пять минут, чтобы забыть, кем мы были. Ну давай, давай, открывай свои самые странные мысли. Наша любовь подает признаки жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, только что вы прослушали композицию, посмотрели видеоклип Галины Боб. Собственно, мы сделали это неспроста, неспроста, мы поставили этот клип для вас и поставили песню, потому что в гостях у нас Галина Боб. Классно, кстати, зарядились сейчас энергией. Да, да, потанцевали, да? Я сейчас пела свою же песню, записывала себе историю, и там что-то не записалось, по-моему, нет? Все записалось, все нормально. Галина, пока вы выясняете по девичьи свои внутренние, так сказать, отношения, разборки, у меня созрело несколько вопросов после просмотра этого видео. Скажите, пожалуйста, там мелькал баян, так я понимаю, аккордеон. Там мелькал роз. Вообще-то да. А слона-то я не применяю. Я пошел. Ну хорошо, баян. И ты так о росте, понимаешь? Ну что ж ты делаешь? Я к этому подвелся бы в самом конце, была бы вишенка на торте. Ну ладно, раз вы хотите сразу. Мы хотим про рост. Хорошо, нет, давай про баян. Окей, давайте про баян. Возможно, даже это интересно. Там был баян, там была гитара, там еще были некоторые музыкальные инструменты, и все в твоих руках. На всем ли ты играешь, либо эта постановка? Ну, конечно, нет. Спасибо. Это же клип-постановочный майк мой. Перейдем к росту. Рост тоже ненастоящий. Кстати, в планах в ближайшее время научиться играть на гитаре я вот хочу. Серьезно? Ты умеешь? Нет. Я нет пока. Я тоже не умею. Ну, вот и поговорили. Но у нас нет планов. Но у меня даже есть, как это, меркантильная, как это, мысль. Зарабатывать на это? Я сейчас ищу няню для ребенка. Так. Да. Расплачиваться с ней песнями. С музыкальным образованием, понимаешь, чтобы и меня заодно научили играть на пианино. А вот это, кстати, интересный ход. Хорошо, я, да, я желаю тебе удачу найти. Я смотрю, как вы тут занимаетесь. Галина и бизнес продолжатся, как в детстве. И тогда-то в троллейбусе точно будет бесплатный пресс. Ты зайдешь и скажешь, помните, я пела? И вы ничего не давали. А теперь я еще и аккомпанирую. Я хочу все-таки про клип узнать. Давай, давай, давай. Узнать. И про Сергея Роста. То есть это был, подожди, это был фрагмент из сериала, правильно я понимаю? Или же это самодостаточная история? Нет, нет, это отдельная история. Вот. Отдельная история, просто это мои любимые актеры, Миша Кремер и Сергей Роста, поэтому... Я как в детстве вернулся. То есть я Сергея Роста видел когда? В последний раз? Вот так-то. В такси, наверное. В такси вчера. В такси вчера. В такси вчера. Нет, это просто для тех, кто сейчас не видел клип, друзья, там действительно Сергей Роста выполняет роль таксиста, который Галину и подводит. Ну, на самом деле, это случайно получилось, вот, действительно Роста работает таксистом, а Кремер действительно работает гаишником. И так все как-то сложилось само. Как-то сложилось, просто были рядом камеры, и мы это решили снять. Для тех, кто может подумать, что это правда, мы шутим, друзья, вот вы можете подумать, что я. Да, не принимайте это близко к сердцу. Это шутка. Важный вопрос, кто был режиссером этого клипа, ты или муж? Или кто-то другой? Нет, у нас был как бы основной автор идеи и всего креатива была я, конечно. О, круто. Муж, это мой, как это, броня, стена, который всегда рядом, который всегда все как бы вот... Но он вносит свои пять копеек, подожди, тут вот, Галечка, вот это я бы поменял, вот тут вот надо вот в этом. Ну, как-то наряд по это, да, поспокойнее. Да, конечно, да, а наряд я без него не смогла бы подобрать, только он утверждал. Вот, и у нас был, конечно, режиссер, который руководил всем на площадке, потому что я и играть, и еще и управлять я бы не смогла, просто у нас был Сева Бродский, который его... Галина, и, естественно, все это было сказано за деньги, правильно? Это все-таки шоу-бизнес, поэтому ты, как никто другой, понимаешь, что и нам надо дать рекламу. Друзья, реклама, никуда не переключайтесь. Мы продолжаем, Галина Поп, сегодня у нас в гостях Майк-Войс. Маш новая! Ура! Думала, я забыл, как ее зовут, да? Подожди, мне нравится, когда мы тут это, между собой, с вами Галина так сидит, смотрит, что у меня происходит здесь такое, такие шумные. Ну, давайте, ребята. Галина, у меня есть к тебе очень важный вопрос. Смотри, мне кажется, ты абсолютно успешный человек, реализованный во всех сферах жизни. Вот сейчас будет вопрос девчачий. Миш, можешь закрыть уши? Я просто скажу. Смотри, многие девчонки в жизни выбирают либо карьеру, либо семью. Ты же как-то успеваешь все это комбинировать. В чем твой секрет? Может быть, это комбинатор. Я просто не понимаю, как можно выбирать между семьей, что есть самое главное в жизни, и карьерой. Что есть тоже главное в жизни. Вот, извините. Поэтому тут уж извините, надо порвать подушечки свои сзади и как-то, ну, успевать все. Ну что ж, для тех, кто только что подключился к нашей трансляции, мы напоминаем, что Галина Боб снималась в сериале «Девчонки». Я надеюсь, что продолжу это делать, где режиссером является ее... Муж. Галина. Муж. Да, вот вы знаете, как интересно все у нас комбинируется. Света, как же у вас не получается совмещать? Нет, ну, слушай, подожди, вообще эта ситуация такая достаточно неоднозначная. Потому что многие люди, которые занимаются одним делом, наоборот, они переносят там, ну, вот свое дело и в личную, в семейную жизнь. Вот у вас есть такое или нет? То есть вы ссоритесь дома там по каким-то творческим вопросам? Слушайте, мы просто круглосуточно вместе на протяжении уже почти восьми лет. Семи. Ого. Семь лет у нас было. Это срок. Вот, семь лет мы просто, ну, правда, если мы расстаемся там на какие-то сутки там или, ну, это прям вынуждено. А так, да, съемки. И как-то мы вот, ну, видимо, у нас хорошая пара в плане того, что мы занимаемся разными вещами, но при этом мы как бы в одном направлении это делаем. Вот, поэтому нам всегда интересно вместе, вот, его идеи, как-то я там помогаю креативить, он же автор сценариев. Ну да, 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 да. А мои дебильные идеи. Ну уж ладно. Некоторые. Так. Вот. Он помогает, я, естественно, всегда с ним советуюсь. Ну подожди, а вот эти твои домашние видео, которые ты выкладываешь в Инстаграме, блог, блог, я про блог, Миш. Да, где ты с детишками, это же он вас все время снимает или это какой-то другой человек? Ну, по большей части он. Он режиссирует как-то эти скетчи, принимает в этом участие или это больше вся, вот вся твоя фантазия? А может, это все придумают дети? Нет, мы нет, все вместе, все вместе. Все абсолютно как-то у нас. Слушай, это идеальный тандем, потому что у меня тоже режиссер, муж, и на самом деле мы очень часто ругаемся. Поэтому мне и было интересно, как два творческих человека могут уже вас... Я задам тебе ритомический вопрос, представляешь, если бы ты вела эту телепередачу с мужем? Не просто с мужем, вот и все. Да, ну, надо в следующий раз пригласить просто мужа, и он тоже... Вот, мы вместе, вдвоем, кстати, это хорошая тема. Я только сейчас понял, почему ты без него? Он как-то вот, он скромный. Я нет, а он да. Галина, ты могла бы пообещать всем нам, вот, не обязательно нам, просто всем нашим телезрителям и слушателям, что муж придет. Ну да, кстати, да, мы его приглашаем. Вот сейчас, да, официально прилетно, мы его приглашаем. Мы даже споем вам вместе. Класс! Нельзя отказываться от такого сложности. Он очень хорошо поет тоже. Все правильно. Галя, ну тогда скажи, смотри, у тебя сейчас очень много сфер для деятельности, но есть то, что стоит на первом месте, на втором, на третьем. Но я все-таки не верю, что все это может быть параллельно развиваться. Это действительно очень сложно, и мы буквально вчера с мужем это обсуждали. Бук, пожалуйста. Да, действительно, это сложно и вести инстаграм, и заниматься как бы семьей. Играть в театре. Играть в театре, да. И в клипах, и в сериалах. Плюс еще ютюб у меня, я завела себе новый проект на ютюбе. Как называется, давай его сейчас прорекламируем, может быть, для тех, кто еще не знает. Мама от блога. Так, называется. Мама от блога. Что-то это мне напоминает. Мама от блога. Мама от блога, ну правильно, отсюда же. Практически, да. Практически. Вот, ну такое забавное, в общем, все это. Галина, вы знаете, ты знаешь, как-то вот мы на середине бросили перечисления, а ведь есть еще и сольная карьера, а есть еще и танцы, поскольку ты участвовала в танцах. Слушай, ну танцы это такое, вот просто сейчас. Но было же, но было. Ну я 13 лет занималась танцами, а сейчас это такое просто как хобби, не знаю. А няня с гитарой, правильно? Скоро будет. Ну я вот еще хочу гитару. Так смотри. А на первом месте то что, я бы то есть понять. Стойте, дайте я спрошу вот этот вопрос, я всегда его спрашиваю. А может быть на первом месте все-таки бухгалтер, который все это распределит? Ой, опять он со своими деньгами. Ну-ка, бухгалтер, человек, который скажет, вот ты знаешь, снисоброснее этим. Нет, деньги мужу, слушай, ну зачем нам об этом не мучиться? Спасть, наконец-то. Без денег этого всего никак бы вообще, ну ты как бы не сделаешь. Ты как бы работать даже не сможешь, потому что няню не сможешь содержать. Извините, пожалуйста. Ну смотри, все-таки когда есть муж, то можно вот эту финансовую часть как-то на него. Нет, а вот для тебя лично, для мужа. Ну сейчас у меня музыка. Вот, сейчас музыка и... Вот поэтому, друзья, мы сейчас музыку-то и послушаем, потому что для нас главное музыка. Наши дорогие телезрители, радиослушатели, к черту гордость мы будем продолжать наше интервью. И у нас в гостях Галина Боб. И, собственно, здесь хостеры эфира. Маш, новая. Майк Войс. Спасибо, ты вспомнил. Хостеры, я не ожидала. Да, вот такое новое слово. Я на самом деле хотела сейчас продолжить эту тему, которую мы затронули в прошлом выходе. Что для тебя на первом месте? И поняла. Что бабки? Ответ-то, ответ-то просто. Ну, конечно же, твои два замечательных сына. А, это да. Лев и Андрей, правильно? Мне кажется, это вообще просто надо отделить и отделить, и это просто... Ну, расскажи нам про них. Ну, они же такие веселые. Они же уже настоящие звезды. В Инстаграме же ты их постоянно снимаешь. Их уже все узнают, уже считают их своими детьми. И это правда. Их на детской площадке уже подходят и говорят, ой, это же мальчик рыженький. И он же еще снимался в «Девчонках» в шестом сезоне, играл моего сына. Это была его первая? Непривычная роль? Ну, это такая была первая роль, да. Сколько им лет? Леве три с половиной, Андрюше полтора. Ну, скажи, ему понравилось сниматься? Да. Он хочет дальше? Мама, я буду актером. Нет, ему это все очень нравится. Для него это такая игра. То есть камера-мотор, он уже на месте, где нужно, сидит. Вот, даже когда на улице я иду, ко мне подходят люди, просят сфотографироваться. Лева сразу же встает в центр кадра, улыбается. Есть заготовленная улыбка, он тоже. Даже если эта сцена не с ним. Да. Представляешь, да? В общем, он всегда, да. Всегда в действии. Он как бы уже актер. Ну, скажи, а перед сном ты им какие поешь песенки, колыбельные? Слушай, даже перед сном я иногда... Свои или нет? Нет, я пою все, ну, всякие детские песенки, и не детские песенки, и свои песни пою. Они уже знают, ну, то есть они, лев. Лев, так. Знают уже наизусть практически все мои песни. Вот, он уже... Это мой главный... Да, это мой главный, как это сказать, фанат. И слушатель. Да, да, да. Да, главный слушатель, он знает все уже прям. Ну, смотри, мы тебе сегодня предлагаем еще одну такую игрушку выучить. Может быть, твоим детишкам она придется по вкусу. Петь им разные детские песенки, но на таких на странных языках, ну, вообще странных вымышленных языках. Допустим. Допустим. Давай попробуем. Давай, давай. Итак, сейчас... А кто будет угадывать самое главное, что поет? Мы будем по кругу. Галина поет, мы угадываем, ты поешь. Ну что ж. Мы угадываем, я пою, Галина угадывает. Давайте-ка. Смотри, вот здесь, из этой, значит, стопочки тяни язык, на котором ты будешь петь. Скажи, что там за звуки? Покажи нам, покажи. Что там за звук? Пиу-пиу. О, как здорово. Это, кстати, язык инопланетянина, мне кажется. Пиу-пиу? Пиу-пиу, да. А вот здесь тяни песню, которую ты сейчас будешь исполнять. А вдруг я ее не знаю? Ничего, мы поможем. Вот позорище будет, да? Подожди, там очень известные песни. Не показывай, не показывай, ты должна пропеть. А мы угадаем. А мы, да, мы должны угадать. Знаешь, это песня? Или надо поменять. Ну, по-моему, там все очень простые. Готово? Угу. Давай, поехали. Блин. Сейчас. Пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Сейчас. Пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи? Пусти тут «Неуклюжий». Нет, нет. Блин, слушать, это сложно оказалось. Так, давай еще. Пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. Галина. А вы нашли tenía язык. Пи-пи-пи-пи. Ты не знаю, ты не такой, ты не мог быть. И уносит меня. Слушайте, только девчонки могли понять друг друга. Аплодисменты, прошу, позвольте нам. Так, звуки мы тоже меняем, да? Да, Майк Войс, давай, вытягивай. Итак, прошу, какой-нибудь звук. Ну, я сейчас знаю, сейчас будет. Тринь-тринь, пожалуйста. Тринь-тринь. Почему мне не досталось тринь-тринь? Тринь-тринь. Давай-ка песенку нам. Ну, он знает, что тянуть просто. Так, давай. А, я не знаю эту песню. Давай другую. Ну, как ты, как можно не знать песни из этого списка? Ну так, ну так. Ну, давай другую. Я рос в другой стране. Сейчас скажешь, ты это тот. И это не знаю. Подожди, есть нормальные песни? Ты нормальный человек вообще? Есть там песни Битлз? Там хорошие песни. Да я выберу, подожди. Не надо выбирать, мы все в одинаковых условиях. А, ну все. Как ты, кто тебя воспитывал? Он просто, я знаю, он специально это сделал, чтобы потом, понимаешь, знать, как я. Тринь-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры. Показываю на небо я руками. Не надо подсказывать, ты бой лучше. Тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры-тры. А, у тебя просто звуки не складываются в купасе. Я поняла, это луч солнца золотого, да? Но как можно было испортить так эту песню? Я пою ее. Мастер-класс от Галины. Песня «Луч солнца золотого звука». Как же это должно звучать, Галина? Просим. Ты понимаешь, какая разница между твоей песней, Галины? Вообще между мной, Галина. Ты понимаешь, кто теперь? У нас будет показывать все остальные песни. Отдавай все. Так, окей, все. А я не буду петь сегодня, да? А что это? Я тоже хочу петь. Давай, выбирай. Можно я тебя выберу? Да что, какая тебе разница? Я-то все песни. А, вот, я же не должен смотреть. Я не смотрел, честно слово. А звук хрю-хрю там есть, я надеюсь. Подожди-ка. А вот раз мяу-мяу. Ты понимаешь, да? Твой любимый звук мяу-мяу. Он меня очень сильно любит. Давай, Маша. Окей, хорошо. Три, четыре. Я знаю, но я не буду петь. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. А дальше я не знаю. Так, каждый маленький. Да-да-да-да-да-да-да. Отлично. Отлично. Так, давай дальше. Подожди, только я тоже не поняла, что это запеки. Каждый маленький. Да, да-да. Он как-что-то там, он что-то ел, прыгал и скакал. Да. Сразу видно, кто здесь мать. Итак, давайте следующий. Вот ты ешки-кошки. Только звук показывай. Опять пых-пых у меня. Это твой любимый звук. Знаменитый пых-пых выходных. Не покидает нас в понедельник. Слушайте, ну это одна из любимых песен моего сына. Вот мы ж знали, поэтому. На руках. Крастически, да. Пых-пых-пых, пых-пых-пых, пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых. Пых-пых-пых-пых-пых-пых. Даже ума не приложу, что это. Пых-пых-пых-пых-пых-пых. А Антошка? Ну, конечно. Ну, мог бы подыграть мне. Пых-пых-пых-пых. Пых-пых-пых-пых-пых. Давайте вместе. Это грандиот. Тим, кто только к нам подключается, это СтранаФМ. Здесь не сменилась власть, здесь конкурс «Угадай песню» звуков. Здесь Галина, Боб, с нами, которая сегодня... Ты решила меня больше не бучить, да? Все, я решила больше никого... Ну классная игра, скажи. Детишкам, я думаю, что дома понравится. Причем я действительно, это работает, это просто лайфхак сейчас для мам. Потому что, когда ты начинаешь петь какую-то новую песню или старую песню, которая ему надоела, вот, не то, что надоела, в общем, он начинает слушать слова и очень долго засыпает. Поэтому любую песню можно просто петь на баю-бай, вот, что я и делаю иногда. Девчонки, можно я с вами лайфхаком поделюсь? У меня есть товарищ, это будет вам полезно. Он, собственно, поет вместо песен газету РБК. Курс доллара повысился вчера, 65 уже сегодня он. И все, ты знаешь, все работает. И дети умные вырастают. Они засыпают? Вообще. Я засыпала, знаете, под какую песню? Мне папа качал. То есть мама могла час качать меня, и я не засыпала. Папа вставал, у него как бы голос, ну, так себе. Так. Так, союз нерушимых республик. Ты вставала в коляске? Нет, я засыпала сразу. Снимала чепчик и дальше ложилась. К концу песни я засыпала. Слушай, ну это классно, это тоже еще один лайфхак от Галины Бом, как заставить своих детей устать. Ну это я засыпала, я странная, поэтому я, наверное, засыпала под этой песней. Ты засыпала в другой стороне. Галечка, скажи, пожалуйста, мы вот сейчас прям-таки быстренько перенесемся к нашей премьере, к презентации песни «Колокольчики», которая называется, правильно? Колокольчики, ничего не перепутала. Но это ваш творческий дуэт, «Тандем». С кем ты ее записала? Сейчас бы вспомнить. Кто был этот человек? С Василием Касинским. А, точно. Друзья, вот так работает шоу-бизнес. Вы записали песню в дуэте, да, с кем? Я записала с Васей. Вася Касинский, это один из солистов группы «Five the Family», мой прекрасный друг. Вот, и можно сказать, наставник, потому что именно он первый, с кем я познакомилась, когда, собственно, решила запеть. Так, подожди, а вот эта песня, это твоя придумка или это он тебе предложил с ней? «Колокольчики» придумал композитор, прекрасный, замечательный, Витя Лукьянов. Он написал эту песню «Especially for me». А, вау! До этого ему понадобилось два года, чтобы изучить меня, как бы. Прикольно. И, на самом деле, это просто песня, вот, ну, мне кажется, что она идеально под меня, вот она прям такая моя-мая. А о чем она? Давай вкратце расскажем нашим зрителям. Да, для тех, кто не поймет, давайте с нас расскажем, о чем же она? Ну, она клевая, прикольная. Она о, как бы, положении России в мире. Ее можно ставить на телевизор? Да. Можно, да? Да, да. Она запрещеночка сейчас будет в эфире. Запрещеночка сейчас пойдет о положении России в мире. Про большой колокол, ребята. Да, ребят, ну, про любовь, про что? Про любовь, про колокольчики. Вот, ну, есть уже такое, как бабочки, бабочки в животе, а это колокольчики. То есть это, ну, такая немножечко по-другому называется. Метафора. Ну, это такая метафора. У кого-то бабочки, у кого-то колокольчики, у кого-то пузырики, у кого-то... Не надо, все понятно. Не надо сейчас будет. Газики и так далее. Много чего там внутри бывает. Я просил. Ну, извините, ладно. Вот. Окей. Поэтому эта песня абсолютно про любовь. Вася, он просто... Ему очень тоже понравилась эта песня. И он решил записать свой. Он сам написал себе там куплет. Ух ты! Который просто идеально влился в нее. Я просто была... А потом уже, прям вот не так давно, когда мы уже записывали эту песню, мы уже придумали там... Друзья, наши дорогие, мы можем и дальше пересказывать вам клип. Мы любим пересказывать YouTube и все. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз от нас слушать. Итак, смотрим, внемлем, слушаем. Премьера на телерадиоканале «Страна». Три пятнадцать, десять, двадцать, тридцать, что-то мне признаться, без тебя не спится, без тебя ты знаешь, засыпать искусство. И как будто даже во вселенной пустое. Я не могу уснуть и где-то в глубине во мне поют колокольчики, когда я думаю о тебе. Я не могу уснуть и где-то в глубине во мне поют колокольчики, когда я думаю о тебе. Думаю, думаю о тебе. Я хожу по звёздам, в облаках летаю Если же серьёзно, о тебе мечтаю И в мечтах с тобою только дотянуться Я усну с любовью, чтобы с ней проснуться Я не могу уснуть, и где-то в глубине во мне Поют колокольчики, когда я думаю о тебе Я не могу уснуть, и где-то в глубине во мне Поют колокольчики, когда я думаю о тебе Звёзды в небе летят, радость нас не забыла Даже сны и те говорят, будет лучше, лучше, чем было Лучше, чем было Я знаю, слышишь, что в себе эти сигналы Меняют направление твоей радары И даже если колокольчики тревожат твой сон То ты не бойся, пой со мной в унисон Раз, мои мысли о тебе сейчас Два, когда рядом кругом голова Три, я слышу звон у себя внутри Это колокольчики поют мне о твоей любви Я не могу уснуть, и где-то в глубине во мне Поют колокольчики, когда я думаю о тебе Я не могу уснуть, я не могу уснуть Когда я думаю, думаю, думаю о тебе Я не могу уснуть, и где-то в глубине во мне Поют колокольчики, когда я думаю о тебе Я не могу уснуть, и где-то в глубине во мне Поют колокольчики, когда я думаю о тебе Думаю, думаю Я не могу уснуть Я не могу уснуть Думаю, думаю Думаю, думаю Я не могу уснуть Раз, два, три, пятнадцать Десять, двадцать, тридцать Что-то мне признаться Без тебя не спится Поздравляем! Поздравляем! Посмотрели и поздравляем! Поздравляем! Класс! Душевно, трогательно, конечно! Можно я скажу вам? Пожалуйста, спасибо вам большое! Спасибо вам, вам и вообще стране ФМ за то, что вы, во-первых, показываете мои клипы и за то, что вы так вот тепло отзываетесь о них. Это правда очень приятно. Это очень круто и я правда очень волновалась, когда шла к вам на эфир и все оказалось круче, чем я планировала, чем я ожидала. У нас не страшно, Галина. Кстати, когда, во-первых, пожалуйста, во-первых, пиши побольше песен, снимай побольше клипов. Они очень добрые! Мне кажется, что вот на таких песнях должны все расти, ну потому что они реально пронизаны каким-то теплом. Подожди, быстро дай я сниму еще, расскажи это. Давай, давай, сторис. Галечка, пиши побольше. Подожди, подожди. Побольше видеорядов и классно вообще видеорядов. И вообще классно, что ты сегодня... Миша, все же не понимаешь. 15 секунд. Галечка, ну помимо твоего вокального творчества, давай расскажем еще обо всех проектах, которые у тебя сейчас происходят. Где тебя можно увидеть. Ты же, я знаю, что играешь и в спектакли в том числе, правильно? Что сейчас из актуального, вот из самой ближайшей афиши у тебя есть? Ближайшие 15 ноября три сестры. Ох. Да, я играю младшую сестру Ирину. Так. Три сестры Чехов. Читали, читали, ребята. Ну, послушайте. Конечно. А мы думаем, какие три сестры? Попально вчера, да? Вот. Режиссер Кончаловский. Вот, я играю, да. Где, где, где? В Моссовете. Театр имени Моссовета. 15 ноября. Жду всех, всех жду. Приходите. Вы увидите меня совершенно другой. Совершенно другой. Это глубокая драматическая роль с печальным финалом. Зачем я сказала, что он печальный? Все, ничего не говорили, я больше никак не вспомнила. Действительно, мало ли, кто-то не читал трех сестер. Галечка, скажи, а вот этот спектакль «Кастинг»? Это я вчера играла, да. Вот, ты играла. Мы тебя поздравляем. Все, это свершилось. Это танцевальный спектакль, рок-н-ролл. А будет ли еще? Печальный конец тоже, да? Нет. Это что, наоборот, хороший. Будет ли еще показ этого спектакля? Будет, но я не помню. Это надо смотреть. На Новый год, может быть, нет? Мы заиграли важное. У меня нет администратора, который занимался бы моими... Объявляется набор на вакансию, пишите. Есть ли хорошие ребята, которые, ну, серьезные в смысле. Вот сидит перед тобой. Серьезные ребята. Очень серьезный человек. Это да. Пишите в директ, Михаил. Я напишу в директ. А директ... Стойте! Директ кого, чего. Вот, мы заиграли. Самое главное, вся информация-то у нас в Инстаграме. И видеоблог там же в Инстаграме. Поэтому какой у тебя Инстаграм? У меня хороший Инстаграм. Это да. Ладно. В смысле, Голобоб. У меня просто Голобоб. Голобоб. Семь букв. Да, просто запомните такое слово. Голобоб. 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 И там Голобоб. 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 Скажи, ну, как ты вот относишься к развитию своего Инстаграма? Вообще нужна сейчас эта вещь? Вот сейчас нужна. Очень нужна, конечно, и во всех планах нужна. Ну, предложение больше стало, скажи. Это же как, ну, твое лицо. Твоя визитка, да. Сейчас вот в мире интернета, то есть если есть как бы куда зайти, вот ищешь человека, да, заходишь к нему куда-то на столичку. А я сразу подпишусь, что уж там откладывать, вы пока поговорите. Да, вот у меня самое активное, самое такое развитое, это Инстаграм. То есть, ну, ВКонтакте тоже. Ну, скажи, а есть какое-то правило, что вот каждый день я должна выместить по одному посту? Выложить его ровно в 12, чтобы там, не знаю. Было, такое правило у меня было. Сейчас я немножечко подзабросила свой Инстаграм в связи с каким-то... Тем, что у тебя миллион подписчиков. Друзья, а когда у вас будет миллион, вы тоже иногда можете подзабрасывать это дело. Нет, а как... У меня миллионы семь. Миллионы семь. Извините, ради бога. Подожди, а вот как у тебя двое детей, они маленькие. Как ты вообще находишь время на то, чтобы еще что-то снимать? У старшего тоже есть Инстаграм, да. Но его же кто ведет? Не он же сам его ведет, понимаешь? То есть ты ведешь, по сути, два Инстаграма как? Ну, я и муж. А, Балти. Да, мы по очереди. Где ты берешь время? Я вот не могу понять никак. Да ну нет у меня времени. Нет у меня времени. Вообще я ничего не успеваю. Я все как у меня... Я как уже вот сказала тут по-тихому, что я... О, хорошо. У меня все валится из рук, я ничего не успеваю, я вечно опаздываю, и все у меня вот так, волосы дыбом. Галина, тем более мы ценим, тем более мы ценим то, что ты сегодня с нами здесь на стране. МФМ, вот. Вот, я поэтому... И дети это понимают, и дети это знают, и маму они обожают, и в общем... А можешь пожелать вот всем нашим, не знаю, может быть молодым мамочкам или зрителям, которые, вот знаешь, все время говорят, нет времени, я ничего не успеваю, поэтому я там этим не занимаюсь, подкладываю. А ты занимаешься абсолютно всем, ты успеваешь все, у тебя еще большая семья. Вот, я занимаюсь всем и не успеваю. И вот надо, мне кажется, так и делать, да, заниматься всем, а вы с чего-нибудь успеете. Вот, что-нибудь обязательно выстрелят. Главное, не, ну главное с хорошим настроением и с любовью к этому делу, потому что все, чем я занимаюсь, я действительно это люблю и делаю все это с душой, с огромной любовью. Тогда следующий вопрос. Да. Как научиться относиться к жизни с юмором? Как же. От Галины Боб, совет, лайфхак, друзья. Есть какой-то способ? С юмором. А все это, вся наша жизнь, она и есть, ну как бы, если посмотреть из космоса на всю нашу жизнь, мы просто муравьишки. Да? Мы просто муравьишки, которые вот и наши проблемки, которые нам кажутся глобальными, они из космоса, на самом деле, мне кажется, так вот нужно иногда к этим проблемкам и относиться. Галина, раз ты привыкла все делать в спешке, ничего не успевать, собственно, для тебя последняя наша рубрика Блиц-опрос. Не думай, просто надо сжечь сразу с листа. Итак, поехали. Быстро! Самое главное. Идти... А, нет. Идти в твою машину? Нет, я говорю идти, нет, не идти. Для меня самое важное в жизни. Семья. Идти по жизни с юмором это, это то, о чем вы подумали. Это, идти по жизни с юмором это девиз. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делала? Меня бы не было. А 2018? Я бы пела. Когда ты будешь такой же креативной, умной красавицей, что ты скажешь своим праправнукам? Мне кажется, я не буду. Спасибо, если бы не юмор, я бы сейчас, Галина. Я бы сейчас лежала в кровати и плакала. Но сейчас ты здесь, потому что ты с юмором. Галина Боб, спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное. Друзья, живите с улыбкой и идите по жизни с ней же. Спасибо за эфир. Круто. Да.